Всех приветствую, друзья! С вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш и Граун из Клышевкинс. Ребят, во-первых, дорогие дамы, девушки, женщины, поздравляю всех вас с 8 марта. Желаю вам всегда оставаться самыми красивыми, а вы и так самые красивые в нашем мире. Ради вас люди делают подвиги, естественно, мужчины, ну и войны из-за вас начинаются, даже у нас в королевстве. Так что оставайтесь всегда нежными, красивыми и добрыми, самое главное. Итак, ребят, у меня просто куча вообще материалов всяких есть, можно просто ролики сутками снимать. О войне в нашем королевстве, о КВК, об отчетах вообще, как я ралли принимал, просто куча всего. Честно, не знаю, на замках, которые мне подарили, тоже есть всего интересного. 2000 карт, думал потратить. Короче, просто, ребят, не знаю, за что взяться, куча всего. То ли стримчик сделать, часика на 2, на 3, но, блин, мало зрителей приходит, поэтому не знаю. Сейчас, ребят, вам расскажу об кристальных шахтах и об некоторых секретах событий расширения. Обязательно, друзья, поставьте лайк, обязательно, ребят, вы самые главные, кто помогает мне развить моего канала. Ну и пишите комментарии, естественно, если вы не подписались, обязательно подпишитесь. Итак, ребят, погнали. Первая тема у нас это наше развитие кристальной шахты. Зачем оно нам нужно, ребят, чтобы качать нашу науку, чтобы добывать камни науки как можно больше, ребят. И вот, смотрите, я вам покажу свои шахты, научные, мастерские, так сказать. Вот у меня почасовой доход 24 плюс 733 и вместимость 240 плюс 733. В чем суть, ребят? Каждые 10 часов я могу снять отсюда 15 с половиной тысяч камней науки. В день, грубо говоря, у меня выходит примерно около 37 тысяч камней науки. И так каждый день, не считая на события, только шахт ферм. Как я это сделал, ребят? Сразу же, вот смотрите, такое снаряжение у меня одето на героя. На лорде, точнее. Вы можете себе сразу скриншотик делать и делать для себя то же самое. Естественно, золотой будет еще лучше весь набор. На плюс там 2, плюс 3, плюс 4. Все это будет еще лучше. Секунду, друзья. Так, все, продолжаем. Такое, ребят, снаряжение. Снаряжение это мы добываем из событий. Вот это вот подарок от принцессы. Вот оно отсюда. Я его каждый раз выкупаю, комбинирую, комбинирую. Я думаю, если вы давно играете, любой из вас может так себе сделать. Даже лучше. Все, ребят, запомнили. Сделали скриншотик и идем дальше. Дальше, ребят, это наши 2 героя на научные. Так, наученые исследователи. У меня на первом месте стоит Юля. На втором месте стоит Соня. Сейчас я вам покажу, как они одеты. И вы также сделаете для себя скриншоты и все. Так, Юля. Где она? Такое вот снаряжение рыжее, ребят. Я проверял 2 вещи золотые, 2 вещи фиолетовые, 2 вещи синие. Как вы думаете, что вы будете получать выработку мастерской в час, там, плюс 30% от каждых вещей? Это хуже, ребят, будет. Поверьте мне. Вот такой набор будет лучше, когда у вас или хотя бы сюда 2 вещи золотые, 4, это будет лучше. Короче, чем выше цвет, тем круче, ребят, будет. Это 100%. Можете проверить, потестировать и сами поймете. И наша Соня одета вот так, друзья. На данный момент у меня 3 вещи рыжие и 3 вещи фиолетовые. Где их, ребят, брать? Раньше был только донат. Сейчас, ребят, у нас иногда запускаются события... Так. Где оно, друзья? Вот оно, здесь находится плавильная печь. Сейчас она недоступна в магазин плавильной печи. Но вы не забывайте, что вы можете делать для себя снаряжение. Архангел X5 рыжий. Ломать его и покровители. И добывать сердце металла и там делать обмен. Оба раза я менялся. Два раза было это событие, и оттуда добыл это и сделал. Все, ребят. Все очень просто. Вот таким образом я себе добыл все это дело. Еще раз. Покажу вам. Сделайте все скриншотики. Соня. Это второе место. И Юля. Это на первом месте она стоит. Все, ребят. Весь секрет. И плюсом, ребят. Плюсом. Сегодня я наконец-то закончил академию. Расширение академии я сделал. И получил здесь еще прибавочку, друзья. Вот видите. Производство камня науки. Плюс 20%. Постоянно. Сколько, ребят, цена этого вопроса вышла? Темное золото я потратил миллион шестьсот. Или миллион где-то четыреста шестьдесят. Примерно где-то так. Белого золота у меня ушло два миллиона шестьсот тысяч. Всего, ребят, у меня было на белом золоте по шесть неудач на каждой фракции. Что здесь, что здесь. По шесть неудач. Все остальное, ребят, были криты. Ну, обычные и с критами удары. Поэтому, ребят, не забывайте. Минимум шесть неудач. Тогда вам хватит. Если у вас будет семь неудач, то уже сразу же сто тысяч больше прибавляете. Если восемь, то еще дороже. Так что считайте, ребят. До синего дошли. Если у вас больше шести кристаллов. Точнее, блин, заговариваюсь. Больше шести раз была неудача. Скидывайте смело и идите заново. Можете еще и дешевле получится. Все, друзья, вот как-то так. Такой прирост мы имеем. И, ребят, вторая тема интересная. Это у нас событие. Общее расширение карнавал. Так, вот, кстати, мы получили. Я только что сделал академию. Добыл еще отсюда золото и камни науки. Я, ребят, вам советую это событие проходить каждый раз на максимум. Так, мне тут еще нужно будет сделать... Что мне нужно будет сделать? Так. Надо будет как-то попытаться мне добыть последний кристалл. Ну, восемнадцать я взял. Добыл отсюда камушки. Удивительно, камушки с этого сыплются. Событие нормальное. Мне все камни отсюда упали нормально. Ну и хотя бы, ребят, до восьмого этапа пройдите, чтобы нового героя карты добыть. Вот этого Гауди мастера. Это очень вам пригодится, друзья. Так. А в чем вообще, ребят, в принципе, секрет-то здесь состоится? Если у вас есть, допустим, ну, какое-то недоделанное там строение. К примеру, вы там когда-то вложились там в замок, да, там, к примеру, часто я только видел во второй этап. Второй этап стройки за белое золото. И у вас там уже, ну, требуется нереальное количество. Вы посмотрите, у многих такое возможно. К примеру, там, 700 или там, ну, 200 тысяч белого золота. Ребят, сразу смело скидывайте. Вот этот сброс тут есть. Сразу же сбрасывайте и вкладывайтесь, допустим, в ту же академию, да, и качайте ее. Если у вас стена-формация прошла неудачно. Допустим, вот вторая, здесь, здесь защита идет. Многие ее качают, но не до конца, допустим, качнули. Она мне дает адекватных процентов. Скидывайте смело стену, замок. Можно вообще, не думая, даже сбрасывать. Что еще можно скинуть? В принципе, на фонтане, если было куча неудач, тоже скидывайте. По всему остальному. Да, все, ребят, посмотрите, сколько у вас требуется на улучшение белого золота, да. Если там 300-400 тысяч вам требуется за клик, это, ребят, бред. Это невозможно. Значит, у вас было очень много неудач. Поспрашивайте, ребят, в группах, сколько было нужно. Допустим, на стрельницах то же самое. На стрельницу, ребят, выходит в среднем, в среднем, ну, если все четко с удачами, да, постоянными, нормально. На одну линию, ну, точнее, на одну фракцию, правая, левая, уходит в среднем 1 600 000 белого золота. 1 600 000, 1 700 000. Если у вас ушло больше, друзья, значит, вы ошибались где-то много-много раз. Поэтому скидывайте и идите заново. Идите заново и тратьте свое белое золото, потому что, ну, потому что, короче, ребят, вы так никогда это сидело не качнете. Вот как-то так. И, ребят, пишите в комментариях, о чем сделать ролик. Реально, куча отчетов боевых просто. Повоевали мы на КВК, здесь поатаковали. Защит куча всяких была. Есть много всего интересного. Не знаю, с чего начать. Пишите, ребят, ваше мнение, ваши пожелания. И сегодня я еще один ролик выпущу, как минимум. Возможно, даже два. А если... Ну, а если я не знаю, может, еще не стримчик наберем. Пишите, ребят, кому интересен стрим. Прямо пишите, хочу стрим сегодня в комментариях. И, возможно, сегодня стрим вечером сделаю. Если будет человек 30, кто напишет, хочу стрим, то я его сделаю. И также, ребята, обязательно мне интересно пишите в комментариях, насколько развит у вас легендарный караван. У меня вот на 74%. Мне интересно, насколько у вас. Просто хочу узнать, иду ли я в ногу со временем. Все, ребят, всем спасибо. Всем удачи. С вами был Джокер. Развивайте свои замки, друзья. С вами был Игорь Негода.